Девушки отдыхают Как научить машину двигаться подобно живому существу? Передвигаться там, где не пройдут колеса и гусеницы. Решая эту задачу, ученые исследуют шагающие системы с помощью электронно-вычислительных машин. Так выглядит на экране ЭВМ математическая модель шагающего человека. Оказалось, однако, что легче управлять не двуногим, а шестиногим, более устойчивым роботом. Электронный мозг наделяет модель способностью шагать и как бы видеть свой путь. Преодолевать и обходить препятствия. И вот модель поплатилась в метальник. Электрический глаз робота посылает сигнал о препятствии в вычислительную машину. А та дает нужную команду механизму шагания. Посмотрим теперь, сможет ли шестиногий самостоятельно выбраться из лабиринта. Препятствия. Шаг в сторону. Еще один шаг. И выход. Путь открыт. Пройдет время, и подобные шагающие вездеходы будут двигаться по бездорожью на Земле, на Луне и на других планетах. А пока их предок учится ходить в институте механики Московского университета. Этим обелиском отмечен географический центр Азии. Рядом, в глубоком ущелье, несет свои воды река Енисей. А дальше, ниже по ее течению, строится Саяно-Шушенская гидростанция. В те дни, когда строители обследовали и наносили на чертежи крутые берега Енисея, здесь было сделано замечательное открытие. Однажды, к обрывистому берегу урочища Нургул-Саргул, причалили на лодке геодезист Сергей Макаров и его помощник, тувинский школьник Владимир Евтифьев. Косой луч солнца скользнул по черной скале и... что это? С высоты глядел на них странный, загадочный лик. Один. Другой. Третий. Целая галерея древних наскальных изображений. Многим из них три с половиной четыре тысячи лет. Маски, загадочные символы, фигуры людей и животных, удивительные рисунки древних художников. Как выразительно запечатлел древний мастер поднимающихся по тропе горных козлов. 370 камней с наскальными изображениями обнаружили прибывшие сюда археологи. С каждого рисунка надо сделать точный слепок для музеев. Каждый надо подробно описать и перевести на бумагу, чтобы их смогли увидеть все, кому интересно, далекое прошлое человека. Бесценная находка в Саянском ущелье поможет нам лучше узнать, как жили люди в Бронсовом веке. У Черного моря в городе Феодосии жил и работал в прошлом веке замечательный русский художник Иван Константинович Айвазовский. Он изображал в своих картинах море и достиг в этом небывалого мастерства. Многие картины Айвазовского рассказывают о подвигах русских моряков. Вот плывет в открытом море одинокий корабль под рваными парусами. Это Бриг-Меркурий, совершивший героический подвиг во время русско-турецкой войны. В тот день он был в разведке. Командовал Бригом молодой капитан-лейтенант Казарский. На рассвете с Марса корабля был подан сигнал тревоги. И капитан увидел неприятельскую эскадру, 18 больших кораблей. Вот два из них вырвались вперед и с двух сторон подошли к Меркурию, предлагая ему сдаться. Драться до последней крайности решил военный совет корабля и завязался неравный бой. 20 пушек Меркурия против 200 турецких. Но русские моряки вели бой так умело и самодержанно, так искусно маневрировали, что смогли уйти от противника, нанеся ему тяжелые повреждения. В неравном бою они победили. Бриг Меркурий после победы так и назвал свою картину художник, восхищенный героизмом русских моряков. Нетрудно разрезать алмазом стекло. И стальной лист разрезать не очень трудно. Иное дело камень. А если так? Это работает новая машина, взрывогенератор, изобретенный в Институте подземного машиностроения. Как она действует? Смотрите. В лабораторном опыте сливаются в один сосуд четырех окись азота и керосин. Достаточно добавить к ним всего лишь каплю третьего вещества, и смесь взорвется. В машине под напором сжатого воздуха рабочие жидкости подаются из баков в манипулятор, а из него на камень. Эта мирная пушка может стрелять по камню с пулеметной скоростью или упрямо бить по нему редкими мощными взрывами. Вот она какая. Новая полезная машина, изобретенная советскими инженерами. Конечно, мои дети еще не все на свете. И это очень грустно Приходится признать. Но было бы, но было бы желание придут к тебе, придут к тебе и знания за это вам ручается. Журнал «Хочу все знать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова